здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня мы поговорим на очень важную тему причем наверное особенно для папы мам как ни странно для бабушек и дедушек и конечно же для выпускников девятых 11 классов потому что начинаются эти самые экзамены вечная тема егэ все люди разного возраста кто-то ругает егэ кто-то восхищается кто-то его просто должен сдать и сдать его успешно для того чтобы поступить и конечно вся система образования немножечко сейчас в хорошем таком тонусе их хорошем напряжении и как все будет проходить мы узнаем сегодня у славы васильна и ковенко заместителя начальника управления образованием городского округа люберца здравствуйте сам васильна здравствуйте я так понимаю что сейчас время такое горячая да совершенно пекает солнце совершенно верно несмотря на то что нас припекает солнце и в прямом смысле да ну и в косвенном тоже у нас началась пора едино государственных экзаменов для выпускников 9 вчера уже 11 класс да на вчера начал девятый класс вчера они сдали свой первый предмет по выбору те кто определился что они хотят видеть своем аттестателе возможно определили поступление именно сделали акцент на этих предметах а вот 11 классников ждет этот момент завтра завтра они сдадут свои первые экзамены по выбору как известно все экзамены обычно боятся но мне кажется что сегодня вы боялись экзамен вы знаете я сдавал экзамен традиционной форме конечно боялась несмотря на то что училась достаточно хорошо имела а по окончанию школы медаль но это не спасает все таки нужно знание иметь да и определенные навыки вот нам тогда помогала очень устные предметы когда нужно было говорить ребятам сегодня идя на экзамен нужно все таки заполнить форму да именно по и правильно заполнить чтобы машина прочитала то что ребенок запомнил потому что машина она все-таки не человек можно так посмотреть улыбнуться и глядишь тебя оценка автоматически повышается но мы конечно же немножко это в шутливой форме но речь идет о очень серьезных моментах давайте сразу оттолкнемся от следующего есть девятые классы до после которых человек может уже не идти дальше до 10 11 класса для него это как бы тоже выпускные экзамены верно давайте так буду задавать как будто я ничего не знаю значит в девятом классе все сдают или только те кто выпускаются девятом классе ребята получают свой первый документ об образовании соответственно все выпускники которые допущены то есть те ребята которые освоили цикл девятого класса они сдают четыре предмета обязательные это русский математика и два предмета по выбору они должны успешно сдать чтобы получить тот самый первый документ а дальше уже ребята принимают решение либо они идут в колледже в технику мы возможно кто-то создает семью идет в армию потому что раз они уже взрослые люди конечно случай когда перед вами все двери открыты открыты уже сегодня можно говорить что перед девятиклассником все двери открыты и я все-таки пользуясь случаем хочу обратиться к родителям чтобы они понимали что девятый класс это не как не 20 лет назад и не 30 когда вот еще маленькая да вот такая личность которая только-только формируется сегодня нужно давать детям право выбора если ребенок не видит себя в стенах школы и не видит себя на едином государственном экзамене не видит себя по тем профилям которые школы создают на базе 10 11 классов то конечно нужно забирать документ и идти уже предопределять профессию а если человек например уходит и через год он понимает нет я все-таки хочу еще 10 11 доучиться такая есть возможность она среди специальные учреждения первый год учат 10 11 класс совместно с ребятами поэтому конечно у ребенка как и в течение года так и по окончании первого курса есть возможность вернуться в стены своей ли школы или другой чтобы продолжить обучение и уже претендовать на сдачу единого государственного экзамена то есть мы можем сделать вывод что по нашей системе после восьмого класса считалось что если человек уходит то как бы но он продолжает учиться но как такой уровень немножечко да а вот до 10 нужно как-то дотерпеть хотя при этом от села был довольно таки серьезный иногда например два класса сливались в один то сегодня конечно же даже девятиклассники если он успешно сдает экзамен как мы выяснили их получается четыре обязательно русский математика и два по выбору то чтобы у 23 мая это был первый до экзамена да то сдав их успешно он в общем то уже становится таким взрослым человеком который либо продолжает специальное обучение кстати на сегодняшний день мы же слышим из экранов с экранов телевидения и в прессе везде в интернете есть потребность не вы даже не скажем так не в контингенте с высшим образованием а именно люди с рабочими руками это очень важно поэтому и естественно зарплата поэтому и папа и мамы конечно же они часто чувствую принимают решение но надо учесть и пожелания ребенка ну а теперь 10 11 класс когда все-таки и у ребенка как бы есть желание продолжать обучаться и школа хорошие и друзья и все на свете и тем не менее они тоже сдают этот экзамен но дальше у них наступает 11 класс и перед выпускным вечером который тоже отдельных тех наверно для интервью они сдают свои государственные что это такое вот ребятам 11 класса для того чтобы получить эти стат нужно сдать два предмета это русский и математика но это редкий исключительный случай как правило ребята сдают три более кто-то 5 экзаменов и для чего для того чтобы было больше возможности выбрать вуз потому что сегодня очень большая конкуренция большой конкурс поэтому ребята именно определяют чтобы был на некий запас если я в тот желаемый вуз не поступлю а после 11 класса но в любом случае нужно поступить не берем исключительный случай говорим за массу поэтому ребята выбирают для себя те предметы которые будут приоритетными в вузе куда они хотят поступить важно отметить что закон об образовании определено что 10 11 класс это профильный и вот как раз те самые родители пока еще не могут перестроиться что это не просто школа до вчерашнего троечника просто тяжело ему будет поэтому вот родителям нужно на это обратить внимание профили школы выбирают самостоятельно в зависимости от материально технической базы от педагогического потенциала сотрудников ну и соответственно от желания самих наших школьников ребят поэтому 10 11 класс он тоже как правило имеет некую конкурсную основу по положению внутри школьному ребята но помимо среднего балла в аттестате могут прибегать к сдаче внутренних экзаменов тестирование собеседований каждая школа уже определяет это самостоятельно копят баллы да то есть пытаются как-то улучшить чтобы понять портфолио свой до математика это ребенок или все-таки естественно научная дисциплина а может быть ребенок будущий журналист но журналисты к счастью или к сожалению они неожиданно вдруг становятся да то есть вряд ли ну скажем так а хороший журналист много чего должен знать поэтому любая нужно брали подарок но вот вы сказали папа мама и так далее вот по вашему опыту на сегодняшний во второй части кстати мы обязательно обсудим и площадке как проводится экзамен все вот эти вот то что обычно напрягает всех особенно почему-то напрягаются те у кого егэ никто не сдает либо будет еще сдавать они прямо все нервничают наблюдают за этим но плюс мошенники тоже много тут интересных вопросов вот родители насколько они сегодня влияют на этот процесс потому что вот эта нервная атмосфера психологический настрой ребенка плюс непонятно какой контакт с учителем и так далее потом мы понимаем что егэ по идее принимает машина и рядом стать какие-то другие люди вот как психологически ребенка настроить на всю эту историю ну во первых школе есть школьные психологи и неоднократно на протяжении 10 11 класса проводятся родительские собрания куда мы приглашаем специалистов разного уровня чтобы поговорить как с родителями так и с детьми действительно как-то вот бытует в обществе мнение что это что-то страшное нечто сложное но мне кажется что если ребенок имеет багаж знаний здесь не нужно ничего бояться и родители тоже в первую очередь к этому должны быть готовы своего чада ребенка нужно настроить каждый родитель прекрасно понимает уровень знаний своего ребенка кто-то прибегает к репетиторам кто-то посещает курсы кто-то при школе посещает отдельные занятия для того чтобы более лучше подготовиться к экзамену многие ребята сегодня имеют уровень знаний чтобы заниматься в библиотеках в энциклопедиях в том числе и в электронных поэтому я могу родителям посоветовать все-таки прибегать не к самооценке своего ребенка а к самоценности то есть оценить те самые лучшие качества которые сегодня есть у их у их ребенка но и помочь ему с выбором предметов в конце учебного года 11 класса ближе к февралю а точнее до 1 февраля заканчивается прием заявлений на предметы по выбору русским тематика поменять потом нельзя поменять можно в исключительных случаях либо по уважительной причине вот буквально перед приходом к вам столкнулись ситуации когда вот спортсмен видел себя в спортивном вузе и в общем-то предопределял будущее именно такое но получил травму на последних соревнованиях да он говорит я не сдам физически те нормативы которые требуют от меня вуз он пришел к нам по замене экзаменов поэтому мы сейчас экстренно понимая что это уважительная причина решаем вопрос чтобы заменить предметы и ребенок мог выбирать другие вузы возможно управленческие других направлений чтобы он получил высшее образование причем приходил он законным представителем с мамой но мне кажется что он все определил для себя сам но есть такие ребят это хорошо да это отрадно еще мы недавно простые смертные люди услышали что теперь у нас есть возможность пересдать и где если вот например давайте так правильно понимаю есть четыре экзамена например три сдал успешно а четвертый завалил появляется возможность его пересдать этот в девятом классе или только в одиннадцатом а если вы про федеральное собрание говорите значит 29 февраля мы все вместе смотрели федеральное послание президента и очень было приятно что было много времени в его выступлении посвящено системе образования разных уровней и действительно президент выступил с инициативой чтобы добавить 4 и 5 июля дополнительные дни когда ребенок внимание может улучшить результат экзамена лучше не пересдать ту неудовлетворительную отметку это отдельная тема а именно улучшить даже если он сдал предмет на 99 баллов он может его пересдать понимая что он где допустил конкретную ошибку он знает что следующая его попытка будет более удачной при этом предыдущий результат он будет аннулирован поэтому здесь нужно очень четко и взвешено подойти к данному решению хорошо если я ответил сколько у нас вопросов в егэ но например по математике по разным предметам разные там есть разделено на части да там есть часть письменная устная есть часть практических навыков и вы например сдали предмет на 50 баллов при этом вы знаете что вы можете сдать на 62 и вам этого ответа я знаю как исправить 23 может быть в одной части два в другой еще один поэтому вы можете претендовать на улучшение результата но не на сдачу не удовлетворительной отметки если двойка если двойка или ребенок не сдал предметы обязательной русский математика он может пересдать в резервные дни это не президентский это то что было раньше да они были всегда с момента когда было введено егэ вторая попытка вторая попытка она может быть и 3 до сентября ребята могут приходить пересдавать но только обязательный предмет русский математика а вот чтобы получить стать а чтобы по выбору через год и у нас в этом году 237 выпускников прошлых лет который по разным причинам пришли пересдать предметы по выбору кто-то планирует поступить дополнительно вуз кто-то в какие-то 90-е годы не сдавал егэ сегодня вуза это требует они заявляются но кто-то просто хочет проверить уровень своих знаний понятно сейчас делал небольшую паузу очень интересный разговор слава осина яковенко заместитель начальника управления образованием городского округа люберцы у нас в гостях а во второй части площадки кто следит видеокамеры какие-то как можно ли принести шпаргалку и конечно же можно ли получить до того как наступает экзамен некие якобы правильные ответы на новые вопросы все это во второй части нашего разговора эта программа открытый диалог с вами николай пимненко у нас гостях заместитель начальника управления образованием городского округа люберцы светлана васильна яковенко говорим мы об экзаменационной паре а единым государственном экзамене и говорим о тех проблемах с которыми сталкиваются как ученики так и учителя конечно же родители и кстати все общество потому что особенно когда не в курсе что происходит много всяких слухов вокруг этого роятся что называется медали вот я хочу прежде чем на площадках пройдем вместе с нашей гостью весь этот этап экзаменационной медали вот у нас на сегодняшний день какие существуют потому что советское время была золотая потом ввели серебряную не успели от печать отпечатать эти статы потом что-то опять отменили как всегда какие сегодня есть медали и кто получает медали как медали в этом году 2 это тоже новшество этого года и мы в общем-то очень рады этому поскольку это некое такое поощрение и мотивация самих выпускников до родителей и учителей чего уж скрывать чтобы ребенку вручить ту самую долгожданную награду за его 11 лет обучения медали 2 золотая серебряная говорю в кавычках потому что официально они имеют степени вот поговорим о золотой медали здесь все понятно ребенок в 10 11 классе должен учиться исключительно на отлично то есть иметь итоговые отметки 5 при этом текущих отметок в виде троек двоек неудовлетворительных быть не должно то есть это определяет что ребенок готов получить ту самую золотую медаль а школа готова ее вручить они конечно же номерные вручаются с аттестатом особого образца и я так понимаю что золотая медаль вот эта бальная система для поступления в вуз имеет определенный вес и добавляет баллы каждый вуз зависимости от наполняемости от факультетов определяет сам сколько это будет баллов но не менее двух это однозначно то есть когда ребенок потом с родителями будет искать вуз увидит о золотая медаль и там хорошая прибавка идет да если придет выпускник который сдал на набрал столько же 255 баллов по тем же трем предметам как и он преференции будут у того кто придет золотой медаль у него будет плюс 2 балла серебряная но вот еще про золотую добавлю что ребенок должен сдать успешные экзамены то есть набрать не менее 70 баллов по каждому предмету как обязательный по выбору за исключением предмета базовая математика которая определяется от 0 до 5 но получить пятерку здесь все просто отличный золотая медаль серебряная медаль а в советское время было две четверки точно две четверки ничего не изменилось также пришел документ где написано что итоговых отметок хорошо или четыре может быть не более двух при этом допускается что предметы как обязательный так по выбору ребенку разрешено сдать на 60 баллов ну и базовую математику на пятерки поэтому всем претендентам такой дополнительный да и за что побороться и за что побороться ну и давайте теперь пройдемся по этому пути возьмем например одиннадцатый класс площадке потому что опять же когда ты в этом не существуешь какое-то время кажется что все это против бедного опять же ребенка психологически там как выбираются площадки где проходит экзамен кто является кураторами конкретного экзамена в конкретной школе где можно собрать такое количество учителей вот расскажите нам об этом процессе сама процедура проведения единого государственного экзамена это полномочия региона нам они передаются потому что у нас на территории есть школы в которых имеются выпускники у нас таких в этом году в одиннадцатом классе 1235 поэтому для них созданы все условия будут функционировать 10 пп пунктов приема экзамена который будет задействовано порядка 600 сотрудников сферы образования это разного уровня начиная от руководителя пп то есть то самое главное лицо которое отвечает за организацию всего процесса будут государственные комиссии разного уровня не могут посетить разные площадки будут организаторы аудиторные да то есть те которые в аудитории будут помогать ребятам расскажут как правильно заполнить документ если кто-то забыл хотя это мучает в школе в целом будут организовывать процедуру внутри конкретной аудитории где у нас не более 15 ребят могут находиться до соответственно есть не аудиторные сотрудники которые осуществляют дежурство в случае необходимости вызова скорую сопроводить ребенка кстати медики они все-таки не присутствуют просто скоро вызывается медицинская сестра присутствует но иногда бывают случаи когда ребенок вынужден прервать экзамен по состоянию здоровья для этого уже требуется заключение скорой помощи повышенное давление усталость тогда ему пересдача вот в запасные дни в резервные дни у него будет основание документ который выдаст медицинская организация и мы его уже включим в базу на следующий резервный день и ребенок такое бывало довольно очень часто дети волнуются переживают могут разные факторы на это влиять вроде бы идет подготовленным абсолютно со всех сторон и родители и школы но при этом происходит какой-то ну да наступает тот самый последний как сейчас любят говорить крайний момент когда хотя в данном случае получается действительно крайне потому что если ты не сдал те есть возможность еще резервы поэтому если ребенок чувствует что ему плохо то лучше конечно заявить об этом покинуть пункт проведения то есть придя сказать вот он пришел зарегистрировался и понимает вот ну плохо себя чувствует повышенная температура головная боль давление могут быть разные нюансы лучше в резервный день лучше в резервный день лучше отложить вот этот момент может быть растягивать наверное плохое слово да поскольку ребят все-таки тоже волнуются переживают но чтобы получить тот желаемый результат на выходе лучше конечно заявить об этом теперь вот сидят эти 15 человек мы все учились в школе чему-нибудь и как-нибудь и великое слово шпаргалка вот уже можно спустя много лет признаться что и пользовался кстати я имею ввиду на тех советских еще экзаменах и кстати были учителя которые ну вот мы с вами в общем то коллеги понимаем что преподаватель принципе всегда видит что происходит да в аудитории так кажется что это по глазам ну по по разным эмоциональным данным но может некоторые препятатели защищаю разрешали пользоваться шпаргалкой ну я еще помню целые были скандалы почему потом отменили учителей других поставили потому что конечно своей школе из чек идет на какой-то медали в уж надо тянуть за уши хотя бы но сегодня вот сидят эти ребята что можно при но я понимаю телефон пронести нельзя как вот это все отслеживается цифровой ресурс вообще никакой нельзя пронести вообще это не нужно ни электронные часы никакой гаджет не телефон не планшет абсолютно не нужен ребенку на экзамене пронос его конечно физически возможен да все же мы люди но только за этим следует удаление поскольку в каждой аудитории и вне аудиториях находится камера за камерами сидят люди это наблюдателя разных уровней это и пенсионеры это и военнослужащие отставники это и молодежный парламент этой волонтеры которые с разных уголков россии следят за конкретным пунктом проведения экзамена и если человек как-то так вдруг начинает какими то уж я не не помню эти движения смотри так то что ставится метка этим самым наблюдателям и задача уже пункта эту метку отработать подтвердилась или не подтвердилась соответственно если подтверждается под протокол ребенок удаляется с экзамена без права пересдачи в текущем учебном году а вот так то есть наказание на год конечно наказание следует за собой поэтому принести то конечно можно но только я совершенно этого не советую нужно идти именно с тем багажом знаний которые у ребенка есть а вот как раньше на руках писали в носки там чего-то вставляли да разные способы зовут много лет работы разные способы мы видели и наблюдали за пределами нашего городского округа люберцы поскольку сами участвуем в этих полюбинах много ни к чему абсолютно поможет много кроме того сейчас добавлен пункт это частый выход в туалетную комнату каждому ребенку отмечается время выхода и время возвращения обратно более того если в период проведения экзамена не увидели что ребенок пришел со шпаргалкой но потом видеозаписи пересматриваю в течение всего учебного года его результат аннулируется и из вуза он отчисляет даже так даже найдет руку конечно поэтому ребятам нужно очень крепко задуматься прежде чем с теми самыми вариациями их может быть множество идти на экзамен у нас даже был случай когда у ребенка выпадал носовой платок и тут же ставилась метка поэтому задача организаторов обученных людей отработать показать на камеру ну мы тоже защищаем права наших детей да а поэтому но случается так что что-то обронил а может быть сработал будильник в телефоне ведь часто ребята ставят на авиарежим или выключают телефон и просто с ним идут а будильник включается автоматически поэтому эти все моменты нужно обязательно проговаривать с детьми в день экзамена утром провожая детей помимо завтрака родителям нужно напомнить пожалуйста ванечка оставь все дома или отдай классному руководителю ты обязательно выйдешь с экзаменом не перезвонишь и все расскажешь а вот родители в этот момент они они же ничего не могут наблюдать ничего не ведь они просто сидят они могут просто ждать и работать там я не работаю да но если что-то случится обязательно сообщат не дай бог а если ничего не случится то когда результаты вот все сдали все через какое время все сдали а в течение двух недель мы получаем по закрытому каналу но чаще всего дети видят у себя в личных кабинетах и гораздо раньше и школы их видят поэтому дальше наступает следующий этап мы ознакомливаем наших выпускников с результатами ребята определяют будет он пересдавать экзамен на улучшение результата 4 5 июля или не будет идет с этими результатами в те вузы а кстати а можно ухудшить результат сдавая его на улучшение конечно но тот результат будет аннулирован поэтому вместо 5 получить 3 на а так было бы 4 да вот не нужно рисковать нужно рисковать хорошо еще такой вопрос не могу его не задать тема мошенничества у нас везде существует и егэ как ни странно это один из популярных элементов особенно вот в период сдачи когда якобы происходит утечка людям предлагают в интернете заплатить довольно таки солидные деньги чтобы сто процентов это вот вопросы будут вашего егэ и люди получают ответы так далее вот вы же об этом наверное тоже знаете как это работает и возможно ли вообще утечка невозможно поскольку разрабатывается не один вариант а несколько и мы знаем что у нас в российской федерации разные часовые пояса и когда уже сдает другой регион где часовой пояс дошел к экзамену казалось бы да нет нет все прорабатывается и на федеральном уровне все эти моменты учитываются поэтому купить приобрести может быть получить в дар ответы на тот или иной экзамен просто невозможно поэтому я рекомендую все таки не прибегать к этим объявлениям заниматься ерундой да а готовится открывать необходимые материалы и готовится на официальных источниках хорошо а вот все те игры которые были ранее это же полезная история иногда же все таки какой-то вопрос повторится невозможно все время новые придумать или стоит задача всегда новое придумать новые придумываются однозначно даже по русскому языку и по литературе по русскому языку по математике по всем предметам они могут отличаться в наименованиях фабула о формулировках но чаще всего это новые варианты но можно свои знания проверять на вариантах прошлых лет есть официальный источник это фипи точка ру всем известный сайт я думаю выпускникам точно заходите тренируйтесь пользуйтесь а именно теми материалами мы кстати сами очень часто заходим туда да потому что нужно как это держать ну к сожалению минута остается до финала на мой взгляд великолепный разговор вам почему-то хочется экзамен сдать лично потому что владеете всей этой информацией сама сильно вот в завершении не могу вас не спросить хотя примерно понимаю что ответ будет какой будет ответ все-таки сегодня мы говорим о балонской системе высшего до учебного и тоже непонятно вроде бы пока на каком-то варианте сохраняется да но по крайней мере новых каких-то супер документов не приходило и г тоже критикуют с момента его появления вот на сегодняшний день все-таки мы кега уже привыкли или тоже его рано или поздно отменят как вы думаете хотя я понимаю что не могу наверное сдавать этот вопрос можете я же помимо того что сотрудники еще и мама поэтому я к этому подхожу всесторонне мне кажется что сдача единого государственного экзамена это очень хорошая школа в кавычках да то есть ребенок должен ее пройти но я склонна к тому чтобы у каждого человека особенного подрастающего у личности было право выбора спасибо вам всем вашим здорово на в эти тяжелые сложные дни их так сказать пройти с высоко поднятой головой но 1 сентября все начнется сначала потому что будет знание это была программа открытый диалог гости которой была светлана васильная яковенко заместитель начальника управления образованием городского округа люберцы но меня зовут николай пивненко это была программа открытый диалог всего доброго до свидания а 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 но а Продолжение следует...